Всем привет! В этом видео я вам хочу показать свое новое кресло Ресквер Люкс черно-белого цвета. Это его вид сзади, мое рабочее место и мне очень нравится сочетание черного-белого цвета. Давайте его выдвинем и посмотрим на переднюю часть, куда мы обычно смотрим, когда собираемся у него сесть, либо когда она у нас стоит в комнате. Ну, хотя обычно, наверное, она стоит вот так вот, но когда ты в него садишься, блин, ты должен получать какое-то эстетическое удовольствие и, конечно, во-вторых, это удобство. Выдвигаем и давайте на него посмотрим повнимательней. Стоит оно примерно от, можно найти, от 18 до 20, где-то трех тысяч рублей. Это моделька Люкс. Давайте смотреть с самого верху. Строчка везде довольно-таки ровная. Это у нас эко-кожа. Хорошая эко-кожа, везде идет. Здесь у нас ромбиками идет, сидушка тоже ромбиками. Сейчас вам все по чуть-чуть покажу. Каркас у этого кресла металлический внутри, то есть он идет вот здесь. Вот сейчас я вам фотографию покажу. Конечно, внутри мягкий поролон, снаружи эко-кожа, прошита офигенной строчкой. И еще раз скажу, что черный и белый цвет мне очень нравятся. Особенно с этим сочетанием еще красного квадрата. Есть поддержка для шеи. Такая подушечка идет. Она цепляется вон туда вот. И так вот у нас получается, что шея не устает. Есть вторая подушечка. Она для поясницы. Регулируется по высоте. У меня она вот так вот идет. Смотрите, какое классное сочетание черного-белого и красного квадрата. Как вам? Вот это вот наполнитель подушек. Реально посмотреть боковую поддержку, насколько это выражено. У нас снизу очень хорошая боковая поддержка. Если вы будете играть, к примеру, в гомничные симуляторы, то вот эту штуку снимаете, спину сюда и реально ощущается боковая поддержка. Снизу она более выраженная. Сверху она уже так идет, знаете, немножко на скос. Посмотрим здесь вот на качество строчки, как прошито. Все это уходит вниз. Толстая боковая поддержка. Подлокотники регулируются вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз. Довольно-таки удобная на ощупь. Мягкая резина. Очень хорошо ощущается локтем. Теперь, конечно, самое интересное, это раскладывающаяся спинка. Здесь до 180 градусов. Не знаю, зачем это нужно, но твое кресло так умеет. Берешь, нажимаешь и откидываешься на 180 градусов. Ну, типа, как дополнительно спальное место, наверное, или как-то так. Ну, по крайней мере, сотку выдерживает. Мало того, что у нас металлический каркас, так еще газлифт до 150 килограмм рассчитан. Поэтому даже для очень хорошего такого геймера подойдет эта регулировка спинки. Здесь у нас регулировка по высоте. Давайте посмотрим на ножки двойные. Очень приятно катаются. Здесь у нас это ламинат. Ну, довольно-таки практически бесшумно. Металлическое основание. Вот это вот пластмассовые накладки. Я так понял, вот можно еще поменять вообще на другой цвет. Да, это, в принципе, и все. И задняя часть. Здесь никаких логотипов нету. Здесь, конечно, по идее бы такой, знаешь, твой логотипчик нашить. Вот это и все. Знаете, за неделю сидений в этом кресле пока все супер. Очень нравится. Особенно оно очень приятное. Ну, когда ты в него садишься, прям реально отдыхаешь. И очень хорошо катаются ножки. Более подробно сниму вам где-то, ну, через полгодик, наверное, потому что все-таки кресло должно немножко послужить, чтобы о нем сложить прям полное представление. Ребят, ссылку на сайт официально я вам оставлю в описании. Раскорр, можете посмотреть, посчитать про это кресло поподробнее. Пользуюсь. Будет стоять на моем рабочем месте дальше. Так что вот так вот. Спасибо, что смотрели это видео. Пишите комментарии, если у вас есть что написать. И ставьте оценки там, плюсы-минусы, как хотите. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok